Эфир телеканала Ноябрьска 24 продолжает актуальное интервью. Сегодня у нас в гостях врач-стоматолог ортодонт Анна Заломаева. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Анна, скажите, кто такие ортодонты и на чем вы специализируетесь? Ортодонт это достаточно узкая специализация в стоматологической практике и занимается врач-ортодонт исправлением прикуса и нормализацией положения зубов. Делайте голливудские улыбки. Именно так. Понятно. Скажите, почему необходимо выравнивать зубы и вообще насколько необходимо ортодонтическое лечение? Необходимость в ортодонтическом лечении и нуждаемость достаточно велика в наше время. Сейчас, к сожалению, участились случаи и достаточно мало детей или взрослых с правильным формированным прикусом, с ровными красивыми зубками. Поэтому фактически 99% населения нуждаются в ортодонтическом лечении. То есть это больше для красоты или все-таки для здоровья? То есть это может со временем еще более ухудшиться прикус? Здесь речь не только идет о красоте, но и, к сожалению, о состоянии здоровья человека. И если человек может иметь неровные кривые зубки, но в целом нет нарушения прикуса, это только эстетический у него дефект. Некоторые могут жить с этим спокойно, если это их не смущает. Но сейчас в нашем мире современном достаточно часто обращают внимание на то, как человек выглядит, на то, как он открыто и естественно улыбается. То есть в том числе для социального какого-то статуса. Конечно, конечно. Насколько он уверенно себя чувствует в обществе. Потому что если есть какая-то аномалия прикуса, то внешне, к сожалению, это очень часто заметно. То есть и не всегда человек пытается скрыть ту или иную аномалию, он к ней как-то приспосабливается. Либо начинает сутулиться, либо как-то не улыбаться. И очень часто пациенты, когда я прошу улыбнитесь, они мне вначале не улыбаются, потому что они привыкли скрывать тот прикус, то неровное положение зубов, которое у них есть. И тем самым они очень много, скажем так, красок из своей жизни убирают. И как это обманчивое впечатление на себе, да? Конечно, конечно. Понятно. Скажите, зубы искривляются со временем? Конечно. Для исправления прикуса и выравнивания зубов необходимо время. В каждом конкретном случае оно индивидуально, в зависимости от степени тяжести случая. Но то, что на ортодонтическое лечение нужно обязательно настрой пациента, на жевание его собственное, его личное жевание, то, соответственно, при этом жевании, да, зная, что результат мы не можем получить достаточно быстро, потому что мы работаем с челюстью, мы работаем с костью, мы работаем с зубами. И быстро двигать их, можно так сказать, даже опасно. Поэтому для ортодонтического лечения нужен достаточно определенный период времени, чтобы мы могли с течением этого времени перемещать зубки и формировать правильный прикус. И чтобы это было безопасно? Конечно, в первую очередь. Скажите, когда начинается движение зубов и изменение прикуса? В каких возрастах или в каком возрасте в одном ли? Над формированием правильного прикуса нужно следить с детства. В первую очередь это задача родителей. Своевременно показать ребенка на осмотр к ортодонту, чтобы ортодонт посмотрел, правильно ли развивается зубочелюстная система малыша. Нет ли причин, которые формируют неправильный прикус. Это может быть грудное вскармливание, сосание пальца, губы, нарушение носового дыхания. То есть все эти привычки и нарушения влекут за собой определенные последствия. И под их воздействием начинает развиваться в самом раннем возрасте неправильный прикус. Я бы рекомендовала приводить на прием к ортодонту детей в возрасте от 3 лет. Потому что в этом возрасте уже полностью сформирован прикус временных зубов. И мы видим, правильно ли развивается зубочелюстная система у ребятишек. Есть два вида прикуса. Есть прикус временных зубов и постоянных зубов. Временно это у детей? Временно это у ребятишек, да. И в возрасте, начиная от 5 лет, они начинают меняться. Это период сменного прикуса. И где-то к 12-13 годам формируется постоянный прикус. Но он тоже может как-то иногда меняться? Сроки сейчас очень сильно смещаются, потому что у нас очень много появилось в внешних факторах, влияющих на нашу жизнь. Это и экология, и характер питания. И, к сожалению, больше ребятишки сейчас болеют. И все это отражается на сроках формирования постоянного прикуса. И вот первый период, в который нужно прийти родителям с детьми, где-то в возрасте 3 лет, чтобы посмотреть, правильно ли развивается зубочелюстная система у ребятишек. Если все хорошо, то следующий период, желательно в возрасте 5-6 лет, мы отслеживаем, когда начинается смена прикуса. Все ли правильно на этом этапе. Если есть какие-то предрасположенности или уже причины, мы видим, да, из-за которых развивается неправильный прикус, мы уже назначаем ортодонтическое лечение. Мы можем назначить его еще и раньше и в возрасте 3 лет. То есть прям уже можно ставить скобки так? Нет, это определенные пластиночки вестибулярные. Да, то есть мы даем определенные рекомендации, чтобы устранить тот фактор, который воздействует. Это может быть, допустим, пальчик ребенок сосет, или нарушено носовое дыхание, ребенок дышит только ртом, да, или раньше времени были удалены какие-то временные зубки. Скажите, а до какого возраста вообще можно ставить какие-то вот ортодонтические? Противопоказаний по возрасту нет. То есть в любое? И в 50, и в 60 тоже можно. Вопрос, насколько это необходимо и насколько это возможно, потому что для ортодонтического лечения очень важно, чтобы зубы, соответственно, были все здоровы, да, и окружающие ткани зубов тоже их было достаточно, и они были здоровы. Поэтому лечение у взрослых пациентов, оно возможно, и оно необходимо, там есть много показаний, по которым нужно его проводить. И с целью нормализации прикуса, и с эстетической целью, и для подготовки к последующему протезированию. Необходимо тоже провести сначала ортодонтическое лечение, и последующий ортопед уже сможет запретить. А перед ортодонтическим лечением, я про взрослых, сначала необходимо просто провести комплексное лечение зубов. Конечно, конечно. Всем, в любом возрасте необходимо сначала, чтобы зубки все были здоровы. Только при этом условии мы можем начинать и проводить ортодонтическое лечение. То есть каждый зуб должен быть здоров. Состояние тканей и парадонты зубов тоже должны быть здоровы. Если мы говорим про взрослых, есть такое распространенное мнение, что при лечении, ортодонтическом лечении, необходимо удалять зубы мудрости, что они сильно влияют на движение прикуса взрослого человека. Такая ситуация, что в процессе эволюции у нас происходит уменьшение роста челюстей. И фактически не хватает места восьмом зубам мудрости, чтобы они выросли ровно. Но так как они есть, зачатки этих зубов, и они пытаются вырасти, то очень часто они способствуют тому, что смещают все оставшиеся остальные зубки, да, и возникает скучность. Вот. Поэтому показания, касающиеся удаления восьмых зубов, определить только врач-ортодонт, не всегда это необходимо. А может ли быть такая ситуация, что я проведу ортодонтическое лечение, скажем, в 15 или 16 лет своему ребенку, а ближе к 30 годам, когда начинают формироваться зубы мудрости, все это, как говорится, пойдет на смарку, потому что начнет снова двигаться припуск. Я поняла вас. Здесь, закончив ортодонтическое лечение, врач-ортодонт смотрит по снимкам, как располагаются восьмые зубки мудрости. Если они располагаются неправильно, и видно, что им не хватит места в зубном ряду... Это можно уже тогда бы снять и увидеть. Конечно, конечно. То по... вот как раз-таки по этим показаниям восьмые зубы мудрости удаляются, чтобы не возник рецидив, да, то, о чем вы сказали. Скажите, Анна, какие виды вообще ортодонтического лечения существуют? Ортодонтическое лечение достаточно многообразно, потому что те случаи, которые к нам приходят, ни одного нет похожего, они все индивидуальны, и здесь ортодонт должен проявлять индивидуальный подход к каждому-каждому пациенту, потому что многообразие очень велико, и у ребятишек в период временного прикуса, да, мы используем съемные пластиночки. Иногда они стандартные, то есть уже есть заранее изготовленные. В возрасте, начиная от шести лет и выше, да, в период сменного прикуса, мы работаем с съемными пластиночками, которые изготавливаются индивидуально под каждого пациента. Вот. И когда зубки уже все постоянно выросли, да, все поменялись, сформировались корни зубов, эмаль укрепилась, только тогда мы можем продолжать лечение или начинать лечение с помощью брекет-системы. Конечно. И уже окончательный результат во многих случаях мы получаем только на брекет-системе. То есть пластиночки – это своего рода подготовительный этап, чтобы дальнейшее лечение на брекет-системе шло гораздо легче, быстрее и комфортнее. Либо даже в некоторых случаях мы только на пластиночках могли избежать дальнейшего лечения брекет-системой. Брекет-система – это когда на каждом зубе располагается отдельный какой-то элемент, да, вот этой общей системы. И все они соединены проволокой или, наверное, как это по-научному называется? Дугой. Дугой. Понятно. Ну, это чтобы было понятно, что такое брекет-система. И с какого возраста, говорите, можно начинать брекет-лечение? Нет. Брекет-систему лучше ставить тогда, когда сформировалась эмаль, полностью созрела, да, укрепилась, и сформировались корни всех постоянных зубов. Ну, это приблизительно как бы… Индивидуально здесь смотрим, конечно, в каждом частном случае, но в среднем это где-то от 12 лет. От 12 лет. Мы уже смотрим. Но, опять-таки, не исключу, что есть индивидуальные случаи, когда бывает слишком рано зубки вырастают, либо, наоборот, позднее прорезывание зубов. Поэтому средний срок примерно с 12 лет. Скажите, вот насчет ортодонтического лечения, конкретно в нашем городе, в Ноябрьске, все ли доступно вашим пациентам? На сегодняшний день достаточно большой спектр ортодонтической помощи доступен для нашего населения. Сейчас мы работаем в нашей поликлинике всеми современными методами ортодонтического лечения. Это и самолигируемые системы брекетов, и максимально эстетические брекеты, брекеты сапфировые, которые абсолютно незаметны на зубах, что позволяют большему числу взрослых пациентов провести ортодонтическое лечение максимально комфортно и незаметно для окружающих. И в разработке, в планах внедрения в поликлинику прием на внутренних брекетах, на лингвальных брекетах. Что это такое? Это брекеты, которые позволяют произвести лечение невидимо для окружающих. То есть они устанавливаются с внутренней стороны зубов. Ноу-хау. Ноу-хау в разработке. И надеемся, что скоро мы реализуем эту программу. Откуда вообще вот эти вияния все идут? Где у вас центр, так сказать, ортодонтического лечения находится? Где-то в Европе или в Америке? Здесь мы повышаем свою квалификацию, получая образование фактически от всего мира, по всему миру. Потому что очень много мастеров приезжают и к нам в Россию, проводят мастер-классы, сертификационные курсы. Зачастую нам приходится выезжать в страны Европы для повышения квалификации, обучения новым методикам, чтобы потом привнести их на наши земли. Скажите, вы сказали поликлиники. Вы работаете в частной клинике или это муниципальная? Это муниципальная клиника. Да, да. Поэтому есть такой миф, что качественное лечение мы можем получить только в частной клинике. Абсолютно это неправда, потому что в государственных муниципальных клиниках работают очень хорошие врачи, очень грамотные специалисты, которые предлагают лечение на достаточно хорошем, качественном уровне и, самое главное, современном. То есть здесь мы ничем не уступаем. Мы можем быть частным клиникам в выборе лечения. Более того, я могу сказать, что раз это муниципальная клиника, по всей видимости, можно еще проходить лечение по медицинским полицам. Все верно. В возрасте до 18 лет дети проходят лечение бесплатно. Бесплатно на съемных аппаратиках. Но брекет-система, это лечение, которое, к сожалению, не поддерживается программой бесплатной медицинской помощи, в любом возрасте брекет-система, это платное лечение. То есть и в 12, и в 20, и в 30, и в 50 – это платное лечение. Много ли у вас пациентов? Достаточно большая обращаемость пациентов, и в связи с этим многим сложно попасть. Сложно попасть. Ограничных обращений в день. Ограниченное число. Да, только 5 пациентов в день новых мы можем взять. И поэтому в основном, конечно, стараются попасть в родители с ребятишками, чтобы попасть под эту программу. И очень большая часть взрослого населения остается, скажем так, за бортом, и они очень часто идут при этом в частные клиники. Но проблему, скажем так, мы это сейчас решаем, вводим электронную систему записи любых возрастов, то есть и взрослый пациент может записаться на прием. Здесь, как говорится, кто ищет, тот найдет. Деньги у меня есть, и я готов пойти в муниципальную клинику. Долго ли я простою в очереди, скажем так, на прием? На прием в среднем, здесь зависит от загруженности врача. В любом случае, по факту обращения, то есть либо с утра берутся талончики, но опять-таки появилась новая система электронной записи, стоит электронный аппарат напротив регистратуры, в котором пациент может выбрать свободное место по времени для консультации у того или иного ортодонта. Можно ли это сделать по интернету? По интернету есть запись, конечно. Для этого надо зайти на сайт ваших клиентов? Да, вы заходите на сайт, и уже в электронном версии вы записываетесь на прием. Когда сложно записаться, но есть большое желание попасть к тому или иному специалисту, вы можете подойти индивидуально и попросить, чтобы вас записали. И врач, только уже посмотрев по своему расписанию, и посмотрев, в какое свободное время он сможет воспринять, если технически очень сложно или не получилось это сделать по интернет-записи. Я напомню, вы смотрите актуальное интервью на телеканале «Ноябрьск-24». Сейчас мы ведем наш разговор с врачом-стоматологом-ортодонтом Анной Заломаевой. Анна, скажите, что необходимо знать пациенту перед тем, как пойти и начать ортодонтическое лечение? Пациент, обращаясь за ортодонтической помощью, первое, должен к ней подготовиться. Все зубки должны быть здоровы. Это в первую очередь. Потому что очень часто, когда есть какая-то аномалия прикуса или неровное положение зубов, к сожалению, это ведет к тому, что очень много зубов подвержены кариесу, из-за того, что очень сложно прочищать неровно стоящие зубы. В следствии этого изначально все зубки должны быть вылечены. Должна быть нормализована гигиена полустирта, потому что только при тщательной гигиене полустирта я имею право поставить бракет-систему и провести лечение. То есть предварительная гигиена полустирта? Конечно, конечно. Это первое условие, самое важное, необходимое для качественного проведения ортодонтического лечения. Второе, в следующий момент это желание и готовность на ортодонтическое лечение. Должен быть настрой самого пациента. В следующий момент я как доктор рассказываю, как лечение будет проходить в частности у каждого пациента. Каким образом? Мы делаем диагностику, делаем слепочки челюстей, изготавливаем диагностические модели из гипса, делаем фотографии лица, фаз, профиль, зубных рядов, назначаем на специальные ортодонтические снимочки. По ним делаем все необходимые расчеты, измерения. Индивидуально для каждого составляем план лечения, как будет происходить. Приглашаем повторно на консультацию, рассказываем, показываем, подбираем необходимую бракет-систему, с которой лучше провести лечение. Рассказываем, какие варианты еще есть. Оговариваем примерные сроки лечения. Соответственно, индивидуальная стоимость, потому что у каждого она может быть разная в зависимости от сложности случая, от возраста, от той системы, которую мы выбрали. И только после этого, при условии, что все зубки здоровы, состояние тканей парадонта здорово, только при этом мы уже в полном согласии, информировании пациентов и их родителей, мы начинаем ортодонтическое лечение. Подготовительный этап по времени сколько может занимать? В зависимости от нуждаемости. Если зубы все здоровы, все в этом плане в порядке, то мы можем где-то через день после диагностики уже фиксировать бракет-систему. Хорошо. А как долго носится сама бракет-система? Как долго проходит лечение? Здесь также все индивидуально, потому что бывают случаи, достаточно, скажем так, легкие в исполнении, и, может быть, несколько месяцев всего уйти на ортодонтическое лечение. Бывают случаи достаточно тяжелые, и когда на исправление прикуса нам нужно и полтора года, и два года. Но в среднем ортодонтическое лечение на бракет-системе длится где-то от года до полутора лет. Это в среднем. Но есть случаи, которые и раньше могут закончиться, есть случаи, которые мы вынуждены больше времени на это лечение уделить. Для пациента проблематично носить бракеты? Нет, здесь все заключается в первой неделе адаптации. Потому что изначально непривычно, что есть что-то в полости рта. Губы чувствуют, что появилась бракет-система. Во многом от настроя пациента зависит, как он быстро или медленно привыкнет к системе. И первые несколько дней будет зубки тянуть, и могут возникнуть небольшие болевые ощущения. Но эти ощущения достаточно быстро купируются обезболивающими средствами. Плюс мы даем определенные рекомендации к тому, чтобы этот период прошел максимально безболезненно. И опять-таки, в силу индивидуальных особенностей организма бывает, что адаптация проходит очень быстро, легко и просто. У некоторых чуть подольше. Но как бы не были выражены, скажем так, может быть, болевой момент, который фактически... Ну вот, это тот болевой порог, через который мы должны переступить, перешагнуть, пройти, чтобы дальше лечение шло спокойно и безболезненно. А влияет ли бракет-система на аддикцию? На аддикцию первые несколько дней она может, скажем так, ложно повлиять. Почему ложно? Потому что губам просто непривычно, что появилась бракет-система, но на самом деле на звукопроизношение она не влияет. К лингвальным брекетам здесь уже немножко сложнее. Но в моей практике те пациенты, которым были установлены лингвальные брекеты, у них, на удивление, у них не было проблем с аддикцией. Поэтому здесь, опять-таки, это тоже индивидуальный момент, но наружные брекеты на аддикцию не влияют. Сложно ли ухаживать за гигиеной рта и гигиеной самих брекетов? Процесс требует просто большего внимания, чем обычно, и более тщательной чистки зубов. Сейчас есть на нашем рынке очень много средств по уходу за зубами, за полостью рта при брекет-системах. Это и специальные щеточки, специальные ёршики, бальзамоополаскиватели. Все эти средства есть, но во многом за счёт именно мануальных качеств, то есть на то, как тщательно просто пациент чистит зубы, насколько он более тщательно уделяет внимание каждому зубу, стараясь вычистить, чтобы зубки были в хорошем состоянии, чтобы ему было комфортно самому. Поэтому в этом плане проблем нет. Ну и, наверное, вопрос, который многих интересует, насколько дорого носить брекет-систему и вообще ортодонтическое лечение? Вы знаете, в нашем мире здесь всё достаточно относительно. Для кого-то купить, не знаю, квартиру, машину, это может показаться дорого, для кого-то недорого. Ортодонтическое лечение – это инвестиция в самого себя, потому что у людей меняется жизнь после. Они чувствуют себя более жизнерадостно, более уверенно, более комфортно в обществе. Они могут позволить себе улыбаться. В Европе очень часто при трудоустройстве работодатели смотрят, и они смотрят как раз-таки на улыбку. И если они видят, что у человека неровные зубы или неправильный прикус, который внешне виден, они тактично вам откажут в трудоустройстве. Поэтому это момент, который может повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь. Более того, проведённое ортодонтическое лечение будет служить тем, чтобы в дальнейшем не развивались какие-то осложнения, которые могут возникнуть в виду того, что если не проводить ортодонтическое лечение. Поэтому та сумма, которая может быть затрачена на ортодонтическое лечение, она фактически для каждого пациента решаема. И мы индивидуально для каждого пациента можем подобрать наиболее оптимальный вариант ортодонтического лечения. Потому что ценовая категория брекетов достаточно разнообразна. И я думаю, каждый может найти в своей жизни определённую часть временной внимания и финансового в том числе, чтобы провести ортодонтическое лечение, тем самым изменив качество своей жизни. Анна, спасибо огромное, что сегодня пришли и всё развернуто нам объяснили. Спасибо вам. Я желаю вам удачи в вашей работе и невредных клиентов. Спасибо. А я напомню, у нас в гостях была врач-стоматолог-ортодонт Анна Заломаева. До свидания. Продолжение следует...